В Баку стартовал Международный джаз-фестиваль 2021. В этом году он проходит под лозунгом «Jazz of Victory», что переводится как «Джаз Победы». Фестиваль посвящен легендарной победе азербайджанской армии в 44-дневной освободительной войне. Вообще история азербайджанского джаза берет свое начало с 30-х годов XX века. В то время в газетных статьях стали писать о том, что в бакинских ресторанах начали играть очень интересную музыку под непривычным названием джаз. Азербайджан подарил миру таких известных джазистов, как Тофик Ахмедов, Вагиф Мустафазаде, Рафик Бабаев, Шаин Новоросли, Раин Султанов, Азиза Мустафазаде, Тофик Джабаров и многих других. Баку по праву можно назвать одной из столиц джаза наряду с такими городами, как Новый Орлеан, Чикаго, Монтре. Каким будет бакинский джаз в будущем, в интервью телеканала CBC рассказал заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский. Сегодня стартует бакинский международный джазовый фестиваль 2021. Какие ожидания от фестиваля? Ну, во-первых, прекрасно, что после такого долгого периода пандемии наконец-таки появляются творческие площадки, на которых можно выступать. Ну, конечно, когда это такое мероприятие, как джаз-фестиваль, это вообще очень здорово для всех музыкантов, в том числе для джазовых. И, конечно же, мы все с большим удовольствием рады поучаствовать и исполнить свою музыку. Ожидается ли участие иностранных гостей? Да, конечно, будут иностранные гости. Приезжают, слава богу, вроде бы получается, как я знаю. Будет ли в рамках фестиваля ваше совместное представление с каким-либо иностранным джазменом? На этом фестивале я исполняю свою сольную программу с трио. На следующий день я буду исполнять не иностранным. Это будет наш прекрасный барабанщик Эльбим Баширов. Мы будем играть в его программу, в его проект. Тоже будет очень интересно, так что как-то так. Это будет моя программа, будут композиции из моего нового альбома, который называется «Планета». Так что мы будем делать такой микс. Что-то будет из моего альбома, какие-то будут аранжировки. И будут композиции наши народные, сделанные уже в новой аранжировке моей. Так что будем исполнять разную музыку. А бакинский джаз, какой он по-вашему? Как он изменился со времен Вагифа Мустафа Заде? Ну, конечно же, такие люди, как Вагиф Мустафа Заде, Рафик Бабаев, это люди, которые одни из основоположников, так скажем, бакинского, азербайджанского джаза. И мы, как бы, музыканты нынешние, и новое поколение, и старое поколение, все, конечно же, продолжают, когда есть такое прекрасное наследие музыки. Всегда приятно и с большим удовольствием мы стараемся развивать это. Что ждет наш джаз в будущем? Ну, конечно же, это будет, я надеюсь, что мы будем развивать его, мы будем его делать новее и интереснее, не совсем правильно сказать, интереснее. Мы будем его развивать и будем находить какие-то новые интересные элементы, так как связь между нашей музыкой и западной музыкой, это очень интересно всегда для публики за границей. Синтез некий. Да, конечно, конечно, и я надеюсь, что новые какие-то жанры, они всегда появляются, всегда появляется новая музыка, и этот синтез будет всегда срабатывать, мы будем над этим работать с большим удовольствием.